Этот барак на окраине улицы Линейная – самый старый дом в округе. Ему больше 100 лет. Часть здания давно разрушилась, обвалилась крыша, покосились стены. В 12-м году барак признали аварийным. Казалось бы, нет никаких сомнений, что он пустует. Но, как выяснилось, жильцы здесь есть. После списания дома его обитателей так и не переселили. Кто смог, уехал. А вот Ивана и её маленький сын такой возможности не имели. Сегодня семья вынуждена существовать в ужасных условиях. «Потолок нагинается, падает. Печка скоро упадёт. Жить в доме невозможно. В доме вечно дым. Огонь в дом идёт, когда ветер дует. Полы ледяные. Ребёнок, он ходит в сапожках постоянно. Развивается только на ночь. Неделю здоровые, потом неделю болеем, полторы болеем. Инфекции уже сколько раз лежали? Раз пять-шесть, наверное, если не больше даже». С наступлением холодов печь в бараке топится круглосуточно. Но тепло сразу же уходит через щели. Зато угарный дым в доме почти всегда. «Роснулись утром, у меня ребёнок плачет. Потом раз упал на подушку. У нас, оказывается, на улице ветер тихонечко дует с той стороны. У нас угар в доме». Уехать из злосчастного барака Ивана не может. Попросту некуда. Отстоять свои законные права на другое жильё женщина пыталась через суд. Администрацию поселения обязали предоставить семье новый дом вне очереди, но безуспешно. Руководство поясняет, сегодня такой возможности нет. Подходящее жильё отпутствует отстроить новое не на что. Однако надежда на переселение всё же есть. «Этот дом должен ввестись в реестр переселения из многоквартирного аварийного дома в федеральную программу переселения. Так как источником финансирования из других источников, как администрации поселения, как администрации Усебаканского райовона, нет». Заработать программа должна в следующем году. Однако съехать из аварийного дома семья сможет только в том случае, если республике будут выделены средства из федерального бюджета. Впрочем, до того времени старый барак может не продержаться. Пока власти ждут, помочь семье пытаются волонтёры Центра развития общественного контроля. Сотрудники срок отправили официальное обращение в администрацию Усебаканского района с просьбой принять меры. Кто знает, может, на территории Большой Хакасии всё же найдётся уголок для маленькой семьи.